Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди. 29 ноября 2023 года стало известно, что Марк Кьюбан продает все свои активы. Стоит ли нам беспокоиться о финансовом положении Марка Кьюбана? Почему он все распродает? Бросает все, о чем мы знаем? Он баллотируется в президенты США? Да, есть три основных предположения, почему Марк Кьюбан это делает. Марк Кьюбан это американский миллиардер, его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Он известен не только тем, что владел баскетбольными командами или телевидением, но и тем, что в 2000 году продал все акции технологических компаний на самом пике рынка перед крахом доткомов. Теперь он снова продает все в 2023 году. Люди выдвигают три версии. Одни говорят, что он хочет купить криптовалюту, ощущая невероятный булран биткоина в 2024 году, поэтому ему нужен кэш. Другие говорят, что он фиксирует большие прибыли перед более масштабным крахом фондового рынка. И, наконец, третий говорят, что он собирается баллотироваться в президенты США. Но Марк Кьюбан лично сказал, что не собирается в президенты США. «У меня нет планов баллотироваться», — заявил он. Что же тогда происходит? Что знает Марк, чего не знаем мы. Итак, Марк Кьюбан не только ушел из шоу Shark Tank, которое он вел длительное время. Он также продал контрольный пакет акций Dallas Mavericks, но все равно остается операционным партнером. Неужели Марк ожидает крах фондового рынка, но не криптовалютного? Об этом поговорим в конце видео. Посмотри для начала это видео Остина Ханквитса. Он раскладывает все по полкам за одну минуту. Марк Кьюбан больше не инвестирует в шоу Shark Tank, и он только что обналичил свои самые крупные инвестиции. В последний раз это случилось в 1999, когда он продал свою компанию Broadcast.com за 5,5 миллиардов, ровно за 11 месяцев до того, как фондовый рынок рухнал на 83%. Парень очень удачно выбрал время, продавая в 1999. И некоторые люди считают, что именно это он делает и сейчас. Выбирает время перед большим крахом, который якобы произойдет в 2024 году. Если мы перейдем к ведущим экономическим индикаторам, то увидим, что в октябре экономика США снова замедлилась. После паузы в сентябре индикатор LEI сигнализирует о рецессии, и все выглядит не лучшим образом. И, конечно же, объем онлайн-покупок в Черную Пятницу достиг рекордных 10 миллиардов долларов. Но по данным Adobe, кредитование «Покупай сейчас, плати потом» выросло на 47% в этом году. Что говорит о том, что люди не тратят свои деньги, а наоборот берут в долг. И это в то время, когда американцы и так уже имеют рекордный долг по кредитным картам в 1,3 триллиона долларов. Так что скажите мне, Марк Кьюбан просто завязывает с делами и уходит на пенсию? Или он обналичивает свои главные инвестиции перед крахом в 2024 точно так же, как он сделал это в 1999? Хороший вопрос. И понимание графика обналичивания денег Марком Кьюбаном может дать нам лучшее представление о том, чего Марк может ожидать в 2024 году. В 1982 году Марк основал свою технологическую компанию по разработке ПО «Микросолюшенс», а в 1990 году он уже продал ее за 6 миллионов долларов. На графике это где-то вот здесь, как раз перед крахом фондового рынка. В 1995 году он стал одним из основателей Broadcast.com, а уже в 1999 продал его за 5,7 миллиарда долларов. И продал он его где-то вот здесь, как раз перед вот этим крахом. Затем в 2000 году он купил Mavs за 285 миллионов долларов. С исторической перспективы на самом деле очень дешево. И вот в 2023 году он его продает. Да, он сказал, время пришло и ушел из Shark Tank. Это ладно, но продажа Mavs, то что уже было частью его личности, это загадка. Должна быть веская причина, заставившая его продать эту компанию. Так что он получит от 2 до 3 миллиардов долларов в результате этой сделки. Но сделка оставляет ему контроль над баскетбольными операциями. То есть он будет принимать окончательные решения по всем баскетбольным вопросам. Также Марк хочет построить район казино в Далласе, как мне сказали. Он даже сотрудничает с семьей Ао Сун, которая является магнатом казино. Марк Кьюбан считает, что с их поддержкой и партнерством они смогут направить миллиарды долларов на рынок Далласа. И это продажа в 3 миллиарда. Он считает, что это будут сотни миллионов и даже миллиардов долларов потенциальных ежегодных доходов от казино, новой арены и всего, что окружает этот город. Что ж, получается продажа ради всего этого, ради покупки казино в Далласе. Может в этом есть смысл. Но, как мы уже говорили, Марк знает, когда нужно фиксировать прибыль. А ее нужно фиксировать перед крахом фондовых рынков. Многие миллиардеры-друзья Марка Кьюбана также прогнозируют, что если ФРС в ближайшее время не пойдет на снижение ставки, это приведет к проблемам в 2024 году. Я думаю, что в первом квартале экономика сильно замедлится. ФРС будет снижать ставки. Кто знает, когда именно, но, либо в первом квартале, а может с начала второго. И что важно, когда происходит сдвиг, когда вы переходите от политики ужесточения к политике смягчения, вы не знаете, когда они собираются сократить ставку на 50 базисных пунктов, на 25 или даже на 100, если ситуация будет выглядеть плохо. Если инфляция установится на уровне 2%, то реальная ставка ФРС будет слишком высока, намного выше инфляции. И поэтому неопределенность вокруг бычьей позиции ФРС, голубиной позиции ФРС, создаст такой же животный дух на рынке, как их прежняя медвежья ястребиная позиция. Кривая доходности станет неинвертированной. Доллар, который был доминирующей валютой в течение длительного времени, внезапно начнет распродаваться. И вы это уже видите. И поэтому кажется, что это может быть началом большой смены тренда. Билл Акман, еще один миллиардер, друг Марка Кьюбана, говорит. Рынки предполагают, что в следующем году произойдет снижение ставки ФРС. У вас есть свое мнение о том, что ФРС, скорее всего, сделает? Я думаю, что они будут снижать ставки. И я думаю, что они снизят ставки раньше, чем люди ожидают. Существует достаточно большой риск жесткой посадки, если ФРС США не станет снижать ставки. На данный момент рынки дают 45% на то, что это произойдет уже в марте следующего года, и 50% на то, что в мае следующего года. Но вот что интересно. Пока фондовый рынок в ужасе из-за продаж Марка Кьюбана, на криптовалютном, наоборот, появляется даже некий оптимизм. Ведь ранее Марк Кьюбан допускал резкие высказывания в сторону криптовалют, но если зайти на его сайт сегодня, можно обнаружить, что он является владельцем следующих криптовалют. Это Арбитром, это Polygonmatic и это Injective Protocol. Однако недавно он рассказал, что держит достаточно много каких-то очень маленьких шиткоинов. Не знаю, зачем они ему, но если интересно, послушай. Ну я фанат клима. Клима Дао, если честно. Сейчас его рыночная стоимость составляет около 30 миллионов долларов. И я объясню почему. Пару лет назад я пошел и купил углеродные квоты, потому что хотел компенсировать свой личный и корпоративный углеродный след. Хм, Клима Дао решает проблему координации, которая препятствует глобальному расширению климатических финансов. 20,4 миллионов тонн цифровых углеродных кредитов доступно через Клима Дао. Да, теперь понятно, как связано желание марка купить углеродные квоты, и это неизвестная мне ранее криптовалюта. У меня также есть ApeCoin. И я владею токенами BLT-блока, потому что это кошелек для Web3.0. У меня есть Injective, а также я владею токенами ALI. Это интеграция искусственного интеллекта в NFT. И еще мне очень нравится Ocean Protocol. Пока Марк ничего не заявлял. Но что мы видим? Он продает на традиционном рынке, но вот криптовалюту не трогает. Кроме этого, у Марка есть отличный список примеров, когда он продавал все на фондовом рынке за несколько месяцев до его краха. В теории, его поступки в 2023-м могут привести к тому же. Однако, учитывая, что он не продает криптовалюту, к ней он настроен оптимистично. Возможно, он думает, что мы в итоге придем к тому, что во время краха фондового рынка криптовалютный будет расти. Меня зовут Богатейший Дим, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok